МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В национальном телевидении Чувашии начинается программа Перевёртыш. Аккил Бусер. Почему Перевёртыш? А потому что наше название можно прочитать задум вперёд. Взрослые новости на нашем канале. Это Республика. Одесские Аккил Бусер. Сегодня в выпуске определяем, нужны ли ученикам в школе мобильные телефоны. Выясняем, кто лучше всех рассказывает скороговорки. Пишем письмо спасателю и отправляемся на ярмарку игрушек. Итак, на календаре декабрь мы украшаем Новый год в студию. Ребята-квартиры, а городские работники улицы. Совсем скоро, 19 декабря, на Красной площади дверь распахнет резиденция Деда Мороза. Ну, сначала главный Чувашийский волшебник откроет новогоднюю Академию Лучшества и новогодний бульвар. Как и в прошлом году, там будут стоять красивые фигурки для фотосессий. В домиках вас научат делать новогодние сувениры и подарки. Ну и, конечно, именно там появится огромная главная новогодняя елка. Бульвар будет работать целый месяц. Каждый вечер в 18 часов там будет проходить концерт. Запланирован даже особый танцевальный флешмоб, в котором примут участие более 100 Дедов Морозов. Почти все готово. Оставьте последний штрих. Поставить на стол символ наступающего года – фигурку обезьянки, чтобы удачу принесла. Где же мы ее найдем? В магазинах они сейчас такие дорогие. Ничего, я знаю одно место, где продаются очень дешевые игрушки. И это место – детская библиотека. По выходным там устраивают ярмарку игрушек. Ярмарка игрушек – это торговая игра для детей, где они продают свои игрушки и книжки, из которых выросли. Продавцы самостоятельно назначают цену, а покупатели самостоятельно выбирают товар. Здесь все честно. На ярмарке есть правило – продавать можно только игрушки, настольные игры и книжки хорошего качества. Их стоимость не должна превышать 100 рублей. Зайники обычно готовят дома. Кто-то даже придумает название для своего магазинчика. Идеи такой ярмарки организаторы посмотрели в Москве. Мы сначала вообще собирались просто с друзьями, со знакомыми, собирались вот здесь в парке 500-летие на травке. Было лето, было тепло, хорошо. Мы на травке постелили все свои там скатерочки, разложили игрушки. Вот, всем очень понравилось. А потом наступила осень, зима, стало холодно в парке. И мы стали думать, с кем же договориться в городе, чтобы было тепло, чтобы были и детям удобно. И вышли на библиотеки. Сразу согласились, когда Ирина Яковлева предложила проводить у нас в библиотеках эту ярмарку, потому что она привлекает очень много горожан, много новых читателей в библиотеку. Это и взрослые, и дети, которые с удовольствием сюда приходят, делают покупки. Никто отсюда без игрушек не уходит. Поэтому сейчас мы проводим эту ярмарку каждую неделю, каждое воскресенье в разных библиотеках города, в разных районах, чтобы людям было удобно. А вы сами покупаете здесь игрушки? Да, конечно. Я себе купила куклу, например. У меня мальчишки свои дети, а кукла – это как-то для меня. Потом какие-то мелочи интересные я для себя покупаю, да, какие-то развивающие пособия для детей. Пока Лера брала интервью у взрослых, я отправилась на поиски символа Нового года, а заодно пообщалась с начинающими бизнесменами. Я заработала рублей 50. Я продала куклу, браслеты и жвачки. Ну а ты сколько рублей заработала? Я рублей 10. Я продала игрушки из киндера в браслетике. Тебе не жалко продавать такие хорошие книги? Нет, потому что я уже их прочитал, мне показались они скучными. Но для следующего поколения, как я думаю, они, конечно же, пригодятся. Катя, как часто ты принимаешь участие в ярмарке игрушек? Каждый раз, ни разу не пропускала. А что ты здесь, вот скажи, продаешь? Я продаю корзинки, которые сама вяжу, и открытки. Богдан, а тебе родители разрешают продавать эти все игрушки? Да, разрешают, конечно. Это ведь так весело. К тому же я с ними уже давно не играю. Кстати, любой продавец на ярмарке может быть и покупателем быстренько купить понравившуюся игрушку, пока тебе не опередили, и вернуться на свое рабочее место. Получается эдакий круговорот игрушек. Это очень увлекает. Так что, друзья, присоединяйтесь к нашей дружной команде. Информацию о том, в какой библиотеке состоится очередная ярмарка, можно найти в интернете. Вот и я нашла то, что искала. Мрия Сахарова, Валерия Никадрова, Андрей Шоклев, Акелбупсер. АПЛОДИСМЕНТЫ Здоровой Дед Мороз. Дед Мороз. Весь год я вел себя хорошо. Никита, ты что, до сих пор письмо Деду Морозу не написал? А ты что, уже написал? Конечно, я сутрый и пробивной. Я еще спасательное письмо успел написать. Зачем? Чтобы принять сейчас я в конкурсе письмо спасателю. Более 300 ребят из разных городов Чувашии, России и даже Белоруссии благодарили пожарных за смелость. Рассказывали о работе спасателей и поздравляли их с праздником. В декабре все спасатели пожарной нашей страны отмечают большой праздник. 25 лет назад в России появилось особое министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. В честь этого в Чувашии решили провести конкурс детских писем, адресованных спасателям. Пришло время наградить лучших сочинителей. Письма действительно были настолько чувствительные, настолько по-доброму. Дети писали о тех людях, которые ходят в огонь и которые защищают наше хозяйство и наших детей от пожара, что действительно неоднократно перечитывали и хотели понять, кто же все же больше души вложил в это письмо. Первое место среди учеников первых четвертых классов занял Дима Табунов. Недавно мальчик увидел по телевизору, как спасатели вытаскивали из ямы упавшего жеребенка. Об этом Дима и рассказал в письме, а еще о том, что твердо решил стать спасателем. Я хочу стать спасателем, потому что мне очень нравятся спасатели. Они мужественные, сильные. Для этого я хорошо учусь и занимаюсь спортом. Никого не оставила равнодушным работа Данила Тимофеева. Мальчик напомнил, что в современном мире помощь нужна не только тем, у кого сгорел дом, но и тем, кто потерял душу, кто перестал уважать старших, совершать добрые поступки. Для своего письма я сочнилась стихотворение. У кого беда, кричите, спасателя быстрее зовите. К нему за заветом придите, друг друга теплоту дарите. Кто смелее всех, спасатель. Кто добрее всех, спасатель. Покой и мир для всех, создатель. Ксюша Петрова победила среди старшеклассников. Она рассказала о работе своего дяди пожарного, а еще объяснила, чем отличаются пожарные от пожарников. У Ксюши оказался ответный подарок – песня. Как раз к празднику. Ты взялись руки в небеса, ты вдруг услышишь голоса. Работы победителей конкурса прочтут все спасатели Чувашии. Уверена, после этого они будут защищать нас еще лучше. Ирина Климина, Андрей Шоклев, Акил Бобсер. А теперь мы советуем наустрить ушки тем, кто мечтает стать актером. Недавно в Чебоксары на гастроли приезжали артисты Московского театра «Глобус». Они показали ребятам веселую сказку «Кот в сапогах». После спектакля гости остались на сцене и ответили на кучу детских вопросов. Итак, давайте узнаем, как стать хорошим актером. Главное, если вы хотите заниматься этим делом, именно театром, то надо к этому стремиться. И самое главное, чтобы стать хорошим актером, это каждодневный труд, 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 терпение и труд. Потому что, если сегодня что-то не получилось, надо стараться делать так, чтобы завтра оно получилось за два предыдущих дня. То есть это каждодневный труд, каждодневные репетиции, читка текстов, читка пьес. Еще надо, помимо этого всего, читать другую литературу, всякую классику зарубежную, 17-18 век. Ну, в общем, надо быть разносторонним человеком, надо всегда себя держать в такой форме. Скажите, пожалуйста, а как вам публика Чебоксар? Нам публика Чебоксар очень понравилась, особенно детская публика. Вы такие детки очень хорошие, отзывчивые, теплые, воспринимаете все очень хорошо, реагируете на все наши движения, которые мы делаем во время спектакля, очень-очень положительные. Мы от этой энергии заряжаемся и продолжаем играть, и играть все больше и больше, больше и больше, лучше и лучше, потому что сегодня это был уже третий спектакль у нас за день. А работать сложнее для кого? Для детей или для взрослых? Работать сложнее для детей, потому что деток никогда не обманешь, ничем их не проведешь. Это взрослый человек будет из уважения смотреть спектакль, никогда не встанет, никогда не уйдет, и всегда в конце спектакля похлопает, неважно, понравилось ему или не понравилось. А ребенок, если ему не понравился спектакль, он будет шуметь, он не будет слушать, он может встать и уйти, он может капризничать. Поэтому детского зрителя надо заинтересовать, и поэтому нужно его держать в течение часа, полтора часов. Поэтому для детей играть гораздо сложнее. Но мы стараемся. Ребята, мы тут за братом придумали новую игру. Берем любое слово, вычеркиваем из него все гласы. Получается Даем другу, пусть расшифровывают. Друг понимает, что перед ним слово «снегурочка» и добавляет И получается предложение «снегурочка» — внучка Деда Мороза. Вот так мы придумали секретный язык. Подобных слов без глазок очень много в чешском языке. Например, «прст» — это палец. А сейчас я скажу, как по-чешски звучит фраза «Кросс бежал через терномник, проглотив горсть зерна». «Крт» — «здрык» — «скрыш» — «тырн» — «спрыб» — «зглыд» — «крыт» — «тырн» Получилась очень хорошая сложная скороговорка. Надо посоветовать организатору фестиваля скороговорок добавить новый конкурс, произносить слова без гласных. Карлу Клару К... Так, Карлу К... Карлу К... Смотри, как надо. Клар у Карлы... У Клала... Говорить скороговорки не так уж и просто. Поэтому в Чебокзарах прошел первый фестиваль скороговорок. Многие ребята побороли за звание лучшего гавурна. Ребят и взрослых поджидало немало испытаний. Первое началось уже у входа в зал. Строгие стражники пропускали на фестиваль только те, кто четко и быстро произносил любимую скороговорку. Водовоз, у нас вода из водопровода. Молодец! Убыка пила губа, молодец! Молодец! Фестиваль скороговорок придумали и привели в детской студии «Куча мала». Там занимаются будущие актеры и телеведущие. Но работать со скороговорками полезно всем без исключения. Не зря скороговорки называют чистоговорками или языковертками, так как скороговорки учат чисто, правильно, понятно, говорить, произносить слова. Кроме того, скороговорки, они развивают сценическую деятельность ребенка, они развивают образное, логическое мышление. Кроме того, они развивают артиллергиационный аппарат любого человека, не только мальчика, девочки, но и также и взрослых. Скажите, пожалуйста, свою любимую скороговорку. Шит колпак не по-колпаковски, вылет колокол не по-колколовски. Надо колпак переколпаковать, перевыколпаковать. Надо колокол переколоколовать, перевыколоколовать. На сцене 35 участников самого разного возраста. И даже шестилетние малыши создают множество сложных скороговорок и смело борются за призы наравне со взрослыми. Бас, у куалы, макалы, куалы, куалы, кукалы, кыалы, вики волокана. Бару-вару, бару-вару, бараю. Яг-хал, крецить-рекость-реке, человек-реки. Яг-реку, рэг-реку, рэг-халу, Реку-халу, Реку-халу. Руку, крекут. Участники фестиваля не только говорили скороговорки без опинки, а не читали их на скорость, составляли из разных слов и рисунков. Страшно ли было участвовать в конкурсе? Да, было немного страшно участвовать в конкурсе, потому что я боялся, что запнусь. А что тебе понравилось больше всего? Больше всего мне понравилось слушать, как другие ребята проговаривают скороговорки. Каково это было бороться с детьми? Вы знаете, такое ощущение, как будто вернулась в детство, вспомнила вот эти все эмоции. Разумеется, это не соревнование со своими же детьми, а просто получение новых эмоций, с родителями подружились. То есть у нас родители моментально вклинились в нашу команду, и даже те, которых мы не знали до этого. Поэтому было супер. Скороговорки – популярная и полезная игра. Свои языковертки есть у многих народов. А свои чувашские, английские и даже японские скороговорки ребята решили в следующем году уже на втором по счету фестивале. Ксюша Михайлова, Настя Кириллова, Расиль Мухаммедов, Акел Буксер. Продолжаем выпуск. Лучше встречать Новый год в детстве с оком. Ты что, не выключил телефон перед эфиром? Извините, продолжаем. И все? Думаешь, изменился и все стало хорошо? Но ведь мы уже отвлеклись от темы. Мы как на уроке. Не зря учителя не любят, когда ребята опаздывают в школу. Или когда прямо на уроке звонит чей-то телефон. Перед важным мероприятием нужно отключать его. Обычная картина в школе. Ученик, уткнувшийся в мобильный телефон. Некоторые умудряются играть в игры или посылать смс даже во время уроков. Как вы считаете, это нормально? Спросим у учеников разных школ города. Учителя английского даже в класс нас не пускают с мобильным телефоном. Не разрешают. А другие учителя, если увидят, очень сильно наругают. Рома, расскажи, пользуешься ли ты или твои друзья телефонами на уроках? В моем 44-м лицее на уроках пользоваться интернетом и телефоном нельзя. Но все-таки мои одноклассники как-то умудряются спрятать телефон своих учителей. Многие прячут их в карман, когда видят приближение учителя. У тех, у кого высокие пеналы, просто прячут их за ними и спокойно сидят в них. В моей второй гимназии мы пользуемся сотовыми телефонами исключительно для учебы, чтобы посмотреть перевод неизвестных нам английских слов. Если кому-то во время урока срочно нужно позвонить, то мы спрашиваем разрешение учителя, можно ли сделать звонок, и выходим в коридор, и там уже звоним. В России пока нет закона, который бы разрешал или запрещал использовать телефоны в школах. Поэтому каждое учебное заведение устанавливает свои правила. Здравствуйте! Будьте так любезны! Елена Викторовна, расскажите, какие правила пользования мобильными телефонами есть в вашем классе? Перед началом урока все ребята отключают свои мобильные телефоны и убирают их в портфеле. А что будет, если кто-то нарушит эти правила? У нас есть удивительная коробочка волшебная, в которую я иногда складываю те телефоны тех ребят, которые нарушают эти правила. И выдаются эти телефоны только после пятого урока, когда наши уроки подходят к концу. Однозначного мнения на эту проблему нет. А давайте попробуем посчитать плюсы и минусы мобильников в школе. Первый плюс. В любой момент можно позвонить маме и сообщить, что со мной все в порядке. Если кому-то стало плохо, можно вызвать скорую помощь. Но для этого телефон есть у учителя. А когда звонит телефон, он отвлекает не только вас, но и учителя. Так и запишем. Минус. Отвлекает от учебы. В телефоне есть фото и калькулятор. Это удобно. Можно домашнее задание сфотографировать. Когда ученики хвастаются дорогими телефонами, это неприятно. Из-за этого можно поссориться. А еще телефоны воруют. А еще подростки могут снять на камеру что-то плохое и выложить в интернет, чтобы все смеялись. Еще один минус. Школьники во время проверочной или контрольной работы могут посмотреть ответы в интернете. Для учителя это минус. А для учеников может быть и плюс. Не буду записывать. Говорят, что от сотовых телефонов идет излучение. Это вредно для нашего здоровья. Ничего себе! Сколько много минусов получилось! Тогда напрашивается итоговый вопрос. Поднимите руки те, кто сможет прожить 6 часов в школе без телефона. Только честно! А вы, мои дорогие телезрители, делайте сами. Юлия Малова, Игорь Зверев, Айкел Буксер. На сегодня это все. Для вас работали Никита и Данила Васильевы. Хотим сказать спасибо нашим постоянным зрителям за их любовь. За то, что весь год были с нами. А еще хотим сказать спасибо нашим корреспондентам. Без вашей помощи программа Айкел Буксер не выиграла бы в номинации лучшие детские новости России. Мы всегда на связи. Звоните, пишите ВКонтакте, приглашайте в гости. Мы желаем вам только хороших новостей. И счастливого Нового Года! Кстати, лучше встречать его с детским соком Ладушки. До свидания! Дорогой Деда Мороз, весь год... Дорогой Деда Мороз... Дорогой Деда Мороз... А мне правда надо писать? Я просто быстро не умею писать. Пиши, как умею. Это будет, если мне подойдется долго знать. Тихо, давай, раз, два, три. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова